Дорогие друзья, привет! У меня очередная, наверное, уже третья попытка возобновить свой канал на YouTube, чему я всегда очень сильно радуюсь, и эта идея мне, как правило, приходит всегда в Сочи, потому что здесь высвобождается какое-то количество времени на себя, на какие-то, наверное, новые мысли, проекты. В общем, мне сразу же хочется, думаю, почему бы не начать вести свой канал? Хотя было бы, конечно, гораздо более уместно начать это делать месяц назад, потому что у нас было очень много путешествий за этот месяц. Мы были в Москве по делам, потом мы решили поехать на машине из Москвы в Сочи, и так удачно получилось, что мы арендовали там автомобиль, и, в общем, получилось, что мы его как раз перегнали сюда в Сочи. Вот, мы ехали через Ростов, Краснодар, там куча разных историй сопутствовала этому путешествию. В общем, это было интересно. Далее мы были в Европе, в Польше, в Варшаве. Ой, да, Варшава, Польша и есть. В Будапеште мы были, и в Риме, вот, что тоже было суперклассно. Мы путешествовали с детьми, и я, честно говоря, очень удивлена и рада, что у меня дети такие упакованные путешественники оказались. Я очень сильно переживала в большей степени на разосеву, потому что он помладше и менее выносливый, но ничего, все получилось. То есть, в общем, мы месяц, месяц просто путешествовали, ездили туда-сюда обратно, вот, и, наконец-то, приехали в Сочи. И вот сейчас я записываю для вас видео. Вот. Хотела вам рассказать, что у нас вчера приключилась очередная очень классная история с собаками, потому что, когда мы ехали, я писала об этом, когда мы ехали на трассе в Краснодаре, там прям вот по, ну, такой, где носятся грузовики КамАЗы, прям конкретная трасса. В общем, там бегала маленькая собачка, мы остановились, долго ее ловили, потому что, ну, страшно просто животное оставлять в таком месте, причем оно совершенно безлюдное, вот. Но все было безуспешно, мы там туда-сюда крутились, вертелись, и в итоге, ну, поняли, что, видимо, есть как оно есть все, вот. Вот. А вчера, буквально, ну, это вот было сколько, недели три назад, а вчера мы поехали с Костей на свидание в коем-то веке. У нас приехала няня, и мы вырвались уже, вот, из плена детского. Вот. И опять по трассе выбегает нам щенок просто под машину практически. Мы тормозим, там еще человек сзади ехал, затормозил тоже. В общем, подбираем девочку очень чудесная, такая черненькая, прям лапушка. И дальше я смотрю, мы с ней сидим и думаем, так, что теперь делать, никого нету, ничего. Хотя вроде такие, они миленькие, ухоженные. В общем, и дальше смотрю, стоит еще одна, такая же, только с ошейником. Ну, в общем, мы там подождали, хозяин так и не нашелся, мы объездили там весь район, у всех все спросили, везде телефоны оставили на всякий случай, но, короче, все это безуспешно, непонятно. В общем, мы привели себе их домой. И вот они лежат, спят. Вот. Вообще, на самом деле, две неугомонные совершенно сестрички, которые постоянно пытаются сбежать или куда-нибудь здесь пролезть в какую-нибудь дырку. Они уже пробрались к нашим собакам. У нас здесь тоже две собаки живут. Но мы хотели их разделить, потому что, ну, эти же и непривитые, и глисты там, и блохи, и все на свете, наверное. Вот. А наши, конечно, чистенькие. Вот. Но они пробрались. Они за ночь пробрались и туда, и везде, и уже успели убежать, и вернуться. Короче говоря, такие суетные. Вот сейчас мы ищем им хозяев. Надеюсь, что все хорошо разрешится, потому что, если они тут некоторое время пробудут, то мы просто, наверное, захотим их уже оставить себе. Вот. А нам некуда. Четыре собаки, это что-то перебор уже будет. Вот. Такие вот у нас происшествия собачные. Еще я хотела с вами поделиться, но это, наверное, я уже попозже запишу, по поводу того, что я на той неделе была на двух очень прикольных мероприятиях. Ну, как сказать, мероприятиях физического образца, физического плана. Одно, я же тут на фитнес пошла, нашла местечко, где можно заниматься, вот. И пошла на гамаки. Слушайте, у меня дикий страх всяких переворотов вниз и висение головой вниз. И, в общем, я так собой горжусь, что я пошла на эту тренировку, потому что там просто какой-то кошмар, вот типа вот это все. Но очень прикольные вытяжения, очень кайфово. И, в общем, если вы где-то такую видите тренировку, обязательно попробуйте, потому что это просто интересно. Повисеть вниз головой – это, как говорится, другая точка зрения. Все с ног на голову перевернуть. И как-то, наверное, это тоже формирует новые нейронные связи, про которые сейчас все говорят. Вот. А второе… А я вам расскажу попозже, а то я так уже на пять минут тут наговорила. Единственное, я тоже видео не сняла, но что-нибудь придумаем вам. Вот. Сейчас у нас уже, видите, выглядывает солнышко. Кстати, хотела вам показать клумбу свою. Сейчас она раскроется. Тут еще не все раскрылось, потому что какие-то цветы раскрываются от солнца. А еще я вам покажу вот этих вот чудесных просто жужиков, таких хорошеньких, таких тепленьких, таких… Наконец-то они угомонились, и я опять пришла их… Ее их пришла, разворошила опять. Вот. Такие хорошие. Пока у нас дежурные названия – Бука и Бубочка. Потому что Бубочка одна маленькая, она такая прям… Такая очень, мне кажется, воспитанная, очень такая какая-то прям породистая девочка. А Бука, она просто вообще суетная и толстенькая. Вот. Видите, какая красота. Это Бубочка. Я еду на спорт, но это не главное, что я вам хотела сообщить, а у меня пришли образцы. Вы знаете, я вам уже писала и говорила, хотя еще так сильно большого объявления не делала, потому что я все жду всякие образцы, пока идет внутренняя работа над моим брендом Diva Store. Вот. И в нем будет маленькая линейка Diva Aerobics. Это будут такие спортивные классные всякие вещи. Вот. И пришли первые образцы. Я сейчас еду как раз делать на себе краш-тест. Очень просто кайфовое, шикарное качество. Очень красивый цвет. Короче, я в восторге большом. Мне пришел вот такой комплект, пришел черный комплект. Я вам потом его покажу, если тоже на какой-нибудь спорт соберусь. Я вам так покажу еще, пока все не набежали. Очень красивое и кайфовое качество. И цвет просто. Цвет божественный. Мне прям нравится. Такой сложный, приятный оттенок. Попец. Ну что, тест-драйв шикарно пройден. Я хотела записать себя сильно потную. Но там, честно говоря, не очень было видно. Короче говоря, реально очень кайфово все выглядит. Никакими пятнами не идет, ничего. Я суперклассно отзанималась две тренировки. Сейчас я уже сижу в своей районной кофейне, пью кофе. Вот. Так, утро у нас начинается. Вот так вот я выхожу после тренировки. Вот такие дела у нас тут везде. Еще у нас тут любимый прилавочек. Вот такой в Сочи. Вот такие дела есть. Если обратите внимание, обязательно попробуйте, если вы вообще такое любите. Потому что это очень вкусно. И прям на тур. Удобно. Так, глядите. Какая вам нравится, то и положим. Так, друзья, я все никак не уйду из эфира, потому что мне бесконечно нравится Сочи вот за вот этот мой какой-то лав стайл. Такой очень уютный, душевный. Вот я не знаю, как это сказать, но такой теплый. Я каждый раз выхожу, когда с тренировки я иду. Там вот по дороге всегда продают ягодки какие-то, горох, там клубника. Каждый раз разные цены. Я уже за этим всем слежу. Я никогда за этим не следила. А сейчас я уже смотрю, что когда вот пик там, да, цена раз поменялась, потом раз опять поменялась. Цветы каждый день тоже разные. То ромашки, то вот такие вот цветочки. Не знаю, как они называются. Но, в общем, тоже очень красивые. И еще сегодня земляника появилась. И я купила землянику. Я вам сейчас ее покажу. Потому что я не могу ее не показать. Это просто, мне кажется, какое-то чудо чудесное. У нее и аромат фантастический, и вообще это вот такое у меня лукошко. Вот видите? Вы же никогда не видели землянику, поэтому... Поэтому вот. А еще там у меня полтора килограмма гороха стоит. И черешня трех видов, трех сортов. Представляете, как бывает? И что еще там? Абрикос армянский. В общем, очень классно. Уже начинаются, знаете, как свои продавцы везде там. Свои какие-то нычки, делишки. Короче, очень мне нравится вот этот вот такой садово-плодовые прогулки мои. Вкусно пахнет, да? Да, очень. Вон, видите, у нас собаки эти уже все. Они уже тут у нас прижились. Как их теперь отдавать, непонятно. Да? Ты хулиганистая самая девочка. Все тут уже разодрала. Булка. Вам привет из Сочи. Мы сегодня были в очень классной бане. Не знаю, насколько меня слышно, но вблизи меня не очень, конечно, снимать, но буду приближаться, чтобы вам говорить. В общем, баня находится на Змейковских водопадах. Это территория национального парка. Сюда нужно отдельно заплатить за вход 200 рублей за человека. Вот. И плюс, например, там, если вы хотите попариться в бане, то нужно ее заранее заказать, потому что она всего одна, но с возможностью выхода к водопаду. И там можно занырнуть. Короче, очень красивое место, очень приятное. Я вам сильно рекомендую. Вот. Ну и я не зря выбрала вот такое ровно, как... Такое место для съемки. Потому что, ну, это такой сочинский колорит. Ну и, в принципе, здесь все такое природное, простое, и мне это очень нравится. А сними туда еще вот, как все выглядит. Ну, не все, как видите, парятся. Кто-то ест, кто-то просит купаться. Сегодня планируется просто такая прогулка по центру Сочи. Сегодня очень классная погода, и я вам покажу разные такие пешеходные места. Ну, по крайней мере, то, что мы сегодня успеем обойти, я вам все запечатлю. Вот. Сейчас мы находимся на улице Новагинской. Это пешеходная улица. Здесь есть кофейня, которая мне очень нравится. Изи кофе вот не очень видно, но я вам покажу. Вот. Видите? Так. Вот так. Чуть-чуть. Чуть-чуть там была вывез. Ну, в общем, пойдем дальше гулять. Я вам покажу. Здесь много магазинов, много всего. Вот. Обычно я сюда, когда прихожу, хожу в эту кофейню. Вот так выглядит пешеходная улица. В общем, здесь можно погулять и с детьми. И просто она такая длинная-длинная, туда далеко идет. Вот. То есть она не заканчивается, вы видите? Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот. Там вот детские площадки очень классные. А там уже море. Туда море. Зацените, кстати, костюмчик себе Сева купила для Сочи. И для Майами.